Привет! Добро пожаловать на ваш самый первый урок игры на гитаре. Меня зовут Ирина Мячкин и это мой авторский канал. Это видео было часто запрашиваемое вами в комментариях и в личных сообщениях, поэтому я решила снять этот ролик и надеюсь немного вам помочь. В этом видео мы разберем части гитары, из чего она состоит, какие-то азы и много мелких, но очень важных деталей для того, чтобы начать играть хорошо и с удовольствием. Если у вас уже есть знания по гитаре и вы уже играете, то вы можете сразу перейти в плейлиц с видеоуроками и выбрать там какую-то песню, которую вы хотите разучить. Но если вы только начинаете, то добро пожаловать. Давайте начнем. У меня большой стаж работы по обучению детей. Я здесь преподавала в студии с 2012 года музыку детям в группах и индивидуально. И я преподавала им как фортепиано, так и гитару, и голос, и в общем групповые занятия. И я думаю, что если способ объяснения подходит детям, то взрослым будет еще легче, потому что ваши пальцы уже не такие нежные, не такие мягкие, как у детей, и это уже облегчает ваш путь в обучении гитарой. Так что мои видеоуроки и вот такие вот разборы, они построены на том, что вы будете активно взаимодействовать. Вы можете всегда задавать свои вопросы в комментариях внизу. Это вдохновляет меня на новые видео, как вы видите. Внизу в описании видео вы найдете скачиваемую ссылку с PDF-файлом, в котором находится так называемый recap сегодняшнего занятия. Все, что мы выучили, тезисно там есть, и вы можете его себе сохранить, плюс там есть домашние задания. Вы их можете выполнять и развиваться, и даже можете, если вам не лень, снять какие-то видео или аудио и прислать мне, я вам обязательно отправлю свой фидбэк. Так что если у вас есть гитара, берем в руки гитару обязательно, и давайте на нее посмотрим. Гитара, как и наше тело, имеет такие же части. Это ее голова, тело или корпус, и шея. По-английски шея, neck или еще, естественно, гриф. На голове находятся колки, которые помогают настраивать гитару. О настройке гитары мы можем поговорить в отдельном ролике, если вам это интересно. От колок, колкам прикручены струны, которые спускаются вниз до нижнего порожка. Также на корпусе у нас находится резонаторное отверстие. Это верхняя дека, пятка. И корпус гитары, он отличается своей шириной. Соответственно, чем больше корпус, тем больше объем звук, как у оперных певцов. Чем больше объем, тем мощнее звук. Я выбрала себе немного тонкую, потому что, во-первых, это электроакустическая гитара, у которой есть отверстие для вставки кабеля, чтобы подключать ее к колонкам. И играть уже не через это отверстие, а уже сразу звук шел через колонки. И также у нее узкий гриф. Для новичкам, если у вас еще нет гитары, я советую выбирать уже гриф. Особенно девушкам, потому что, чтобы легче было дотянуться и держать, это все проще гораздо, когда гриф немножко уже. Например, классический гитар, давай широкий гриф. О том, как выбирать гитару, это тоже отдельный вопрос. Если вам интересно, мы тоже можем поработать над этим и обсудить это в следующем видео. Итак, для начала мы посчитаем струны. Вы знаете, что на современных гитарах в основном шесть струн. Струны всегда считаются снизу вверх. То есть первая струна, это будет нижняя струна. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Шестая — это самая низкая струна, несмотря на то, что она находится сверху. Сейчас вам задание. Я хочу, чтобы вы нашли третью струну. Просто нашли ее, почувствовали, большим пальцем поиграли. Вниз, с большим пальцем. Теперь давайте найдем пятую струну. Так, хорошо. С первым заданием мы справились. Струны имеют еще и буквенные названия. Точнее, в английском языке буквенные, а в русском языке это сольфеджио. То есть нижняя струна, первая, и шестая имеют одинаковое название. Они одинаковые, просто они отличаются высотой звучания. То есть нижняя струна — ми, и верхняя струна — ми. Они одинаковые, они сливают. Видите, просто одна ниже, другая выше. Вторая струна называется си. Третья струна — это соль. Четвертая струна — это ре. Пятая струна — это ля. И шестая струна. Как называется шестая струна? Ответьте-ка вы мне. Теперь посмотрим, что располагается на грифе. На грифе начинается отсчет ладов. Это лады, квадратики. И верхний порожек является как бы началом, основанием, откуда мы начинаем считать. То есть всегда первый лад — это здесь. Он не отсюда считается, он начинается отсюда. Первый лад, второй лад, третий, четвертый, пятый. Как вы видите, на моей гитаре лады помечены точками. Вас, скорее всего, тоже. Точки могут быть либо спереди на грифе, либо с торца, вот здесь. Эти точки помогают нам быстрее во время игры найти нужный лад. Но иногда их нет. Но чаще есть, чем нет. Это ладовый порожек. Когда мы ставим пальцы на гриф, мы стремимся любую ноту и любой аккорд поставить ближе к ладовым порожкам. Или ладовым порожкам, простите. То есть я ставлю не вот здесь ноту, а ближе сюда. Если мне надо второй лад, я ставлю ее ближе ко второму порожку. Третья лад — сюда. Я не ставлю его посередине или вот так, или сюда. Я его всегда стремлюсь придвинуть. Но не на него, а прямо перед ним. Это обеспечивает более качественное, четкое звучание и более точное попадание в ноту. Итак, сейчас мы с вами потренируемся найти седьмой лад. Давайте, на любую просто. Не надо искать ноту, просто лад. Отсчитали или по точкам. Вот у меня седьмой лад двумя точками обозначает. Вот он седьмой лад. Третий лад. Найдите третий лад. Найдите первый лад. И найдите двенадцатый лад. Двенадцатый лад всегда обозначен двумя точками. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А сейчас мы объединим предыдущее задание и это задание. Мы поставим палец на третий лад, первую струну. Так мы находим ноты и аккорды. Третий лад, первая струна. Вот она. Давайте найдем пятый лад, шестая струна. Вот она. Давайте найдем второй лад, четвертую струну. А теперь мы поговорим о нашей левой руке. На левой руке каждый палец имеет свой номер. Если вы играли на фортепиано, вы знаете, что отсчет начинается с первого. Первый — это большой. На левой руке мы не считаем большой, потому что, как правило, он только поддерживает гриф. Иногда мы его задействуем, но это уже более опытные и более изощренные игроки, кому нравится это делать или необходимо. В основном мы играем четырьмя пальцами, поэтому отсчет начинается с указателем. Указательный первый, второй, третий, четвертый. Это нумерация пальцев. Сейчас мы соединим предыдущие два задания с этим и поставим первый палец на первый лад, третью струну. Ищем. Первый лад, третья струна, первый палец. Не забываем ставить ближе к порожку. Теперь мы ставим третий палец, ставим на третий лад, третью струну. А теперь давайте поговорим о том, как правильно ставить пальцы. Ведь поставить их можно разными способами. Например, новички, особенно дети, у них пальцы нежные, и они стараются за всех сил прижать эти струны, чтобы они звучали, и скривляют пальцы как только можно. Наша задача — ставить палец в таком состоянии. Он всегда должен быть согнут. Он должен быть округлый. И мы ставим именно вот эту часть, самую-самую подушечку на него. Мы не ставим на струну плоско палец. Мы всегда ставим вот так. То есть я ставлю палец. Не знаю, видно сейчас или нет. И мои пальцы стараются быть перпендикулярной грифу. То есть они мне не под наклоном, а ровно. И я ставлю первый палец сюда и проверяю звучание. Звучит хорошо. Если нет звука, значит вы плохо прижали. Попробуем второй палец поставить на второй лад первую струну. Звучит. Не звучит? Попробуйте получше прижать. Третий палец на первую струну поставим третьего лада. Ну и четвертый. Первая струна, четвертый лад. Тоже стараемся стоять ровно на кончик. Если вы не играли, ваши пальцы будут болеть, поэтому важно сразу дать им отдых. Не ждать, когда вас очень сильно заболит. Я вот как-то доигралась. И играла 6 часов. Ну я выступала. И у меня потом, помимо мозоли, которые всегда здесь есть, такие, ну как отвердевшая кожа, у меня появилась просто кровь прям под кожей. Она как бы там осталась и все. И это было очень болело. И я вообще не могла играть. Так что сразу отдыхайте, как только больно. На этом наш первый вводный урок закончен. Я желаю вам удачи. И я очень хочу, чтобы вы мне писали свои вопросы или пожелания в комментариях или в сообщениях. Это для меня очень важно. Как я вам уже сказала, меня это очень вдохновляет. Если вы серьезно занимаетесь, то я советую вам скачать файл, который находится в описании, в коробочке с описанием. И у вас будет заметка о том, что мы сегодня прошли с картинками и с основными понятиями сегодняшнего урока. Желаю удачи!